Тем временем в России появился новый вид мошенничества. На этот раз доверчивым гражданам предлагают пиццу практически забесплатно. Аферисты под именем известных брендов создают фейковые сайты и делают рассылку в социальных сетях и мессенджерах. В сообщении предлагают пиццу за 1 рубль. Карты людей привязываются к несуществующему платному сервису с регулярным списанием денег. Будьте аккуратны и внимательны, не сообщайте никому своих данных банковских карт. Эфир продолжит патрульная рубрика. Сегодня ее подготовила Анастасия Саблина. Настя, приветствуем тебя. Здравствуйте. Начну наш криминальный обзор. Закладчика из Березняков задержали чусовские исследователи. 33-летний, ранее не судимый мужчина. Переписывался в социальных сетях с неизвестным, который предложил ему подработку. Вот только чтобы получить зарплату, нужно нарушить закон. Березняковец согласился и приехал в Чусовой, чтобы распространять наркотики. Однако, дело до конца довести не смог. Его задержали наркополицейские. Во время досмотра у наркокурьера изъяли 37 свертков с героином весом более 11 граммов. Сейчас Березняковец находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. В Березняках продолжается межведомственная комплексная операция МАК-2022. Третий этап завершится 21 сентября. Отмечу, проводится такое мероприятие для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков естественного происхождения. Также во время операции МАК оперативники выявляют и ликвидируют посевы и очаги произрастания таких дикорастущих растений. А мы напоминаем, что незаконное культивирование кустов, содержащих наркотические вещества, влечет за собой ответственность. Тем временем в краевой столице продолжается судебное заседание по делу пермского стрелка. Заслушивают свидетелей и потерпевших. Один из студентов рассказал, что в университете не было никакого оповещения о тревоге. Пожарную сирену юноша услышал лишь после того, как выпрыгнул из окна. Кроме того, на суде решался и вопрос об оплате услуг адвоката для Бекмансурова. Накануне его защитник Паньков заявил ходатайство и попросил суд о поплате своих услуг. Но подсудимый заявил, что он инвалид и заплатить адвокату не может. В итоге судья постановил удовлетворить заявление Панькова. Из государственной казны ему заплатят практически 67 тысяч рублей. Напомню, 20 сентября прошлого года первокурсник Тимур Бекмансуров совершил вооруженное нападение в классическом Пермском университете. В результате стрельбы погибли 6 человек, 47 получили ранения и травмы. Пострадал и сам стрелок. В больнице ему ампутировали левую ногу. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, Бекмансуров признан вменяемым. Накануне вечером одно учебное заведение эвакуировали в краевой столице. Во дворце детского творчества на улице Сибирской сработала пожарная сигнализация. Незамедлительно на место выехали спасатели, 34 человека личного состава и 10 единиц техники. До прибытия спецслужб из здания самостоятельно эвакуировались 240 детей и 26 сотрудников. Оказалось, во дворце случилось короткое замыкание. Задымление и горение сотрудники МЧС не обнаружили. И на этом завершу. Берегите себя и своих близких, коллеги.